Букмекеры и тотализаторы существовали в России еще до революции, в период расцвета конного спорта, скачек и прочих подобных развлечений. Но уже с первых лет советской власти азартные игры, разве что кроме карточных партий, оказались в жесточайшей опале и в букмекерской среде наступило полувековое затишье. Первая современная букмекерская контора была открыта весной 1991 года в Москве и с годами букмекерская сеть стала постепенно разрастаться. А с развитием интернета и вовсе достигла периода своего наивысшего рассвета, потому что стало понятно, что ставки могут приниматься на все что. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Движется, ходит, дышит, пока еще не существует или существует только в виртуальной реальности на сегодняшний день в России функционируют десятки. Сотни и тысячи букмекерских контор, а самыми популярными букмекерскими темами являются политика спорт. Футбол, хоккей, олимпийские игры и прочее. Следовательно, в этой среде вращаются огромные деньги дошло до того, что деятельностью букмекерских контор и брокерских онлайн-центров, специализирующихся на приеме ставок на спортивные мероприятия, заинтересовались в Государственной Думе. Итогом такой заинтересованности послужили два законопроекта, вынесенных на активное обсуждение и уже прошедших несколько думских слушаний. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Один из них заключается в предложении легализировать онлайн-букмекеров и букмекерские конторы в единую систему, называемую СРОБК или самостоятельно регулируемая организация букмекерских контор, которая по сути представляла бы собой виртуальное общество индивидуальных предпринимателей, отчисляющие налоги в государственную казну и имеющие способы законного воздействия на конторы, не являющиеся членами СРО. Вторая инициатива заключается в том, чтобы установить фиксированный 5-процентный налог для всех букмекерских контор, принимающих ставки на спортивные состязания. Таким образом, между букмекерской конторой и, например, клубом, на победу которого принимаются ставки, должно быть заключено соглашение, по результатам которого 5% от итоговой суммы всех ставок отчисляется в качестве косвенного налога. По предварительным подсчета суммы действительно огромные. Их планируется перечислять в качестве материальной помощи на поддержку спорта в стране. Такая вот добровольно-принудительная благотворительность на пользу страны. Администрация сайта не организует покерные клубы и игры в покер на деньги, на сайте содержится информация о школах игры в покер. Текст носит информационный характер, не имеет рекламного характера и не предназначен для сайта, деятельность которого запрещена ФЗ-224. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.